В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Всех поздравляю с воскреским днём. У нас завтра память обретения мощей преподобного Феодосия Киева-Печерского. Тоже удивительного святого, одного из родоначальников нашего русского монашества вместе с преподобным Антонием. Они стоят у основания Киева-Печерской лавры. Ну и из жизни преподобного Феодосия мы знаем, что он родился не очень далеко от Киева. По таким историческим сведениям, в достаточно знатной семье, но когда ему было 13 лет, он потерял уже отца. И с юности он был склонен к такой подвижнической жизни. То есть он избегал каких-то игр, веселья, но был усерден к молитве, к чтению. Его житие свидетельствует, что он очень рано научился читать. В то время вообще было немного людей образованных. Но вот он фактически сам, проявляя усердие, быстро выучился читать, то есть преуспел. Был очень начитанным, многое-многое, то, что было тогда доступно, читал из литературы. Ну и, конечно, душа его стремилась к Богу. И при этом тоже такая особенность его жизни, что он уже в юных летах, стремясь к такой жизни подвижнической, он уже претерпел и из-за этого и скорби. Потому что его мать, которая, она любила его, но любила по-своему, по такому, по-мирскому. И желала ему хорошей карьеры, жизнеобеспеченной. И поэтому не поощряла его стремление к такой жизни духовной, подвижнической. И как свидетельствует жизнеописатель, что даже вплоть до того, что било, било его, то есть он претерпел побои. Но, тем не менее, несмотря на эти препятствия, он не отступил. Тоже видим, что Господь укреплял уже с юных лет преподобного, видя, конечно, его, ну, его как бы отклик на вот такой призыв Божий к жизни духовной. И потом, когда он уже ушел в монастырь, преподобный Антоний его постриг. И мать, через несколько лет, он ушел тайно, и мать его нашла. Ну и после беседы, уже в то время, после беседы с преподобным, она сама удалилась из мира, тоже ушла в другой женский монастырь, где и закончила свою жизнь. То есть видим, что это стремление к Богу, оно оказывает влияние и на, ну, вообще на тех, кто рядом с нами, но и даже на противящихся, если мы не отступаем. Ну и преподобный всю жизнь провел в подвиге, он, причем, не гнушался и про простой работы, будучи уже игуменом, потому что преподобный Антоний сам удалился на такую безмолвную жизнь со временем, но и поставил преподобного Феодосия как раз, как игумена, над братьей. И он заслужил почтение от многих, то есть Господь дал ему всяческие дарования, в том числе и мудрость, рассуждение, так что люди к нему приходили, получали пользу, и вплоть до самых знатных людей, это и князья с ним советовались. Но при этом он оставался человеком и достаточно простым, он всегда в простую одежду одевался, уже с юности, это он так делал, ему, когда мать его заставляла одевать какую-то одежду, приличествующую его положению, достаточно богатую, тогда это было значительно очень такое, то, что выделяло человека среди других. Но вот преподобный Феодосий отдавал несколько дней на силу, а потом кому-то эту одежду отдавал и оставался в простой. Ну и всю жизнь он так и провел, носил лосяницу, был очень прост с людьми, несмотря на то, что к нему с почтением относились практически все, кто его знал, начиная от простых людей, заканчивая самыми знатными. И даже рассказывают о его житии, есть случаи, когда преподобный Феодосий ездил, его просил приехать к нему князь киевский, и когда он обратно ехал, то не зная, кто это, извозчик, который должен был довезти его, он, увидев монаха, которому сказали, что нужно его отвезти обратно в монастырь, он к нему отнесся так пренебрежительно, сказав, что вы, монахи, ничего не делаете, а я тружусь, вот иди сам, вези ты меня. То есть и преподобный, он сел вместо извозчика и вез, но при этом он увидел, что когда люди видели его на этой повозке, то снимали шапки, кланялись, и он удивлялся всю дорогу, из-за чего это происходит, и потом уже, когда приехали только ему, когда поклонились и приняли его в монастыре, он понял, узнал, что это игумен, но преподобный его никак не наказал, но наоборот, накормил и с миром выправдил. То есть видим такой пример смирения, который, конечно, является, как следствием правильного настоящего подвига и служения Богу, служения Христу. Нам преподобный Феодосий, он служит таким примером тоже во всех областях жизни. Это и его молитвенность, это его стремление к помощи всем людям, и его надежде на Бога во всем. То есть тоже мы знаем, что он обычно не делал каких-то запасов для монастыря, всегда надеясь на Бога. И при этом бывали времена, когда было трудно, когда действительно не хватало даже пропитания, но всегда преподобный молился, пребывая в молитве, и Господь никогда не оставлял за его крепкую веру, за его надежду на Бога. И всегда находились люди, помощники, которые восполняли необходимое. Но вот когда он приставился, уже через небольшое время, через буквально несколько дней, чуть больше 10 лет, были обретены сначала его мощи нетленными, ну а потом и был прославлен, канонизирован, как святой, ну один из основоположников нашего русского монашества. То есть отныне празднуем его память, мы к нему обращаемся, чтобы и нас преподобный наставил на жизнь христианскую, на исполнение заповедей, на труд ради Господа, чтобы нам удостоиться хотя бы в какой-то мере тех духовных даров, которые духовных добродетелей, которые нас к Богу приближают и которые нас могут вместе с преподобным Феодосием вести вот ту жизнь вечную, блаженную, которую нас Господь призывает, которую нас Господь ведет. Преподобный отец Феодосий, моли Бога о нас.